Дорогие друзья, мы продолжаем программу радиоблог с Игорем Сесарским. Пожалуйста, Игорь. Да, добрый день еще раз. Итак, напомню, что сегодня у нас в гостях Юрий Магаршак из Нью-Йорка. Ученый, блогер, автор стихов, песен. Ну, вот и большой-большой затейник по части организации театров в том еще самом Ленинграде. Ну и, наверное, совсем немало можно рассказать о том, что вы делали в Нью-Йорке. У нас уже есть звонок, Игорь, мы можем принять. Есть звонок. Ну, давайте, будем все-таки приоритет отдавать звонкам. Мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Здравствуйте, Юрий и Владимир. Вы знаете, журнал такой, изобретатель-рационализатор. Ну, дальше понятно. Вы, наверное, сталкивались с практикой здесь, но у вас научная, но тем не менее. Я считаю, что здесь национализаторство, трипон, табу, не разрешено. Это раз. Это так из своего опыта. И еще я хотел сказать о своем папе. Он по дому делал все. Холодильник, АГВ, колонка, пол перестелить, потолок побелить, обои. Не было такого, что нет. Но это не все. Он работал в университете. Спасибо вам. Вопрос у вас есть конкретный? Или это мысль-флух? Да, и у него были завалены учебники. Юрий, может быть, интересно. Ничего, потратим время. Давайте мы все-таки больше не о себе. А Юрий сегодня расскажем. И если у вас есть вопрос, то пожалуйста. Если нет, спасибо за комментарий. Я спросил, я спросил, задал вопрос. Какой вопрос был еще раз? Какое есть отношение к рационализаторству на рабочих местах? Ясно, спасибо. Юрий, спасибо. Хорошо. Я был вам близок к этому вопросу. Вопрос не лично ко мне, но из общих соображений. Значит, действительно, рационализаторство здесь не очень приветствуется. Потому что есть инженеры, есть технологический процесс, люди, которые занимаются этим. В России была такая специфика, знаете, что рабочий такой умный, что лучше, чем инженеры, и давайте улучшимся. Если спрашиваете, чем я занимался, в общем, я занимался, старался делать серьезные вещи. Если вы говорите о рационализаторстве, мы боролись с гуглом в какой-то момент. Значит, мы строили топологический браузер. И построили бы, если бы очень известный человек, очень известный шахматист, не попросил на матч переднадца мира со своим оппонентом еще 5 миллионов долларов у этого миллиардера, который нас спонсировал, после чего останавливался. Тогда просто гугл был маленький, это был конец 90-х годов. Но чтобы вы понимали, что это... То есть мы строили такой образ интернета примерно так, как вы видите в глазу образы. Ведь электромагнитные волны носятся как оглашенные, а мы что-то видим. А вот потом, если меня спрашиваете, я старался делать трехмерные скульптуры с компьютера. И начали это с очень известным человеком из Принстона. Значит, он вначале был руководителем проекта и получил довольно серьезную сумму наличными. Вот. А потом, вот у меня стоят, но я думаю, что они будут плохо видны. И сейчас, конечно, это все... Это тогда, сейчас проще требовало очень серьезной математики. Вот. Или, например, ну если по науке говорить, ну вот я упоминал Менделеева, я, конечно, был первым, то обнаружил третье-четвертое измерение в периодическом законе. И тривиальных объяснений это по-прежнему не имеет. А если говорить о глазе, вот мы сейчас видим друг друга, то, ну опять-таки, ну так случилось, что это я увидел, вот сходство между цветами, вот то, что цветное зрение и комплексными числами. И вот в глазу происходит удивительная алгебра цветного зрения. Алгебра, вот не та булевая алгебра, на которой строится компьютер, а гораздо более тонкая. То есть, ну вот стараюсь и старался, я очень кратко говорю, делать серьезные вещи. В таком общественном плане, вот вы слышали многие из вас, Сергей Петрович Капица, вот вместе с ним, с генеральным директором Дубны, где так случилось, что я почетный профессор. Вот, и с академиком Степином, и там, с рядом другими, мы сделали, мы создали Международный комитет интеллектуального сотрудничества. Он назывался чуть-чуть иначе, на основе первого было создано Венеско. International Committee for Intellectual Collaboration. Ну вот, и в общем стараемся делать, но это не в одной передаче. Да, это очень сложно рассказать вот так. У нас есть еще звонки, если можно, примем. Да, пожалуйста. Слушаем вас. Слушаем вас в эфире. Алло. Мы вас слушаем, да. Можно говорить? Еще как, пожалуйста. Так, я, во-первых, приветствую Юрия. Вам лучше радио приглушить только, иначе мы... Хорошо. Я приветствую Юру на этом радио. Я его и сосватывала сюда, но не важно. Это Лена, говорит, из Вирджинии, здравствуйте. Я хочу два слова сказать, так сказать, о том, как интеллигенция в Советском Союзе спасалась от этого всего идиотизма. У каждого был какой-то мир свой, музыки, книг, увлечений, театров и так далее. Мой отец был председателем секции зрителей ВТО 20 или 30 даже лет. И мы ходили по всем театрам, и были потрясающие встречи во Дворце искусств, и БДТ, и Смоктуновский, и все на свете. И я училась в Бонче, у нас тоже были спектакли, ставили прекрасные, самодеятельные, очень хорошие. Но это все понятно. А что я хочу спросить Юру, по поводу того, что на Гугле теперь совершенно невозможно найти какой-то, ну так скажем, грубо консервативный материал. Ну, например, я на днях хотела найти материал о маккартизме, но не тот, который всюду, какой он был ужасный, а немножко с другой стороны, так сказать, где хотя бы упоминается, что таки было полно этих коммуняков, шпионов, и где упоминается Зенона Праджект и так далее. И это абсолютно почти невозможно, потому что первые там 10-20 выскакивают, так сказать, правильных, причесанных или просто завиральных вещей, а потом вообще ничего. Ну, я не знаю, может быть, если там полдня провести, найдешь что-нибудь. Очень тяжело что-то найти, потому что Гугл теперь совершенно цензуирует. Ну, понятно, Лена, извините, давайте мы все-таки перейдем уже, давайте мы к ответу перейдем, пожалуйста. Да, спасибо. Лена, я думаю, что я помню вашего папу, он действительно был очень заметен в ВТО, и он часто появлялся на сцене. Теперь по поводу вот вашего игры замечаний и того, что Лена сказала, которая действительно меня сосватала и не знала о вашем радио. Мне просто не казалось, что я особенно благодушен, давайте перескочим через некоторое количество лет, и год примерно 84-й. Вот, и меня вызывает такая майор ГБ, сзади сидит, значит, видимо, человек в больших чинах, близких к тем, которые занимал будущий президент России из той же организации. И они говорят короткую фразу, Юрий Борисович, если вы будете продолжать, сколько лет вашему сыну сейчас, я говорю, один год. Так вот, имейте в виду, что если вы будете продолжать действовать и говорить в таком же духе, то ваш сын не доживет до школы. Вы меня поняли? Так что, Игорь, если вы думаете, что я слишком розово воспринимаю эту действительность, то нет, просто светлую сторону рад показать. Я не думаю, но, понимаете, получилась картинка, действительно, в СССР науке уделяли внимание достаточно, и была возможность заниматься исследованиями и прочими. Но мы знаем прекрасно, чего стоило этим даже тем же людям, таким как Капица и так далее, кого вы упомянули. То есть, это тоже известные факты, что все ходили по краю от той самой пропасти. Конечно, Игорь, вы понимаете, я просто первый раз с вами, я очень рад этому, мы с вами давно знакомы, первый раз в эфире, вы понимаете, я просто стараюсь выбрать правильный тон, просто общий. Но чтобы, понимаете, вот, ну я вам привел один пример, кошмарный, а их на самом деле было достаточно много. Ну, вот, к примеру, значит, меня распределение после аспирантуры, я распределен в университет, и приходят и говорят, что я не могу быть в университете, меня надо сослать, это меня там говорят, там куда-то, вот. Вот, и, ну, такой милый человек, тихо говорящий, завкафедры биохимии, просто я занимался, вот, из физики в молекулярную, теоретическую и молекулярную биологию, это очень интересно, и сейчас это переворачивает мир, вот. Вот, и поэтому биохимия, а там теоретические, Юра или Юрий Борисович, как он говорит, вы знаете что, давайте я вас приглашу в свой институт, будете заведовать теороделом. Я говорю, а как у вас институт называется? Ну, это институт бактериологического оружия. Вот, и мы сразу вам даем квартиру, будете, значит, заведовать теороделом, вот этим делом, значит, вы пособный человек, и я уверен, что вы быстро достигнете больших высот. Я говорю, скажите, а вы вроде бактериологическое оружие запрещено, на что генерал Ашмарин, мягко глядя, он говорит, ну, у вас это, и нас это не касается, мы в СССР работали, работаем, и будем работать. А что там заключил СССР, понимаете, значит, я отнюдь не смотрю голубыми глазами. Ой, я представляю, ну, знаете, я хотел бы вас опять перекинуть все-таки с того самого Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, в наш, в нашу страну, в Америку. Вот Лена задала очень интересный вопрос относительно Гугла, ну, коль вы с ним, то есть у вас здесь своя война началась, условно говоря, с этой немаленькой организацией ныне, как мы понимаем. Ну, вот, то, что она сказала, это действительно большая же проблема, и не только в Гугле это происходит, то есть мы знаем и по Фейсбуку, как и по другим социальным сетям, где миллионы, миллиарды людей, которыми пользуются. Что происходит именно с консервативными сайтами, с консервативными какими-то материалами и так далее? Вот что вы на этом можете... Ну, во-первых, когда мы боролись, это не была война, Гугл о нас почти не знал, если бы узнал, там, случайно, потому что один из профессоров известный, с которым я работал, он просто сидел за одним столом в Москве еще, в математическом институте. Отец Брина. Вот. Ну, что вам сказать? Это не на одну минуту. Дело очень плохое, и я не уверен, что цивилизация вообще из этого вывернется. Вы понимаете, вот мы с вами говорим, вы не можете передать свои мысли мне или кому-то прямо напрямую в мозг, мы должны говорить. И оно перекодируется в нашем глазу, в нашем ухе, а совсем другие сигналы, там, двигается со скоростью всего несколько десятков метров, а не 300 тысяч метров, как свет, внутри мозга. А интернет, он, значит, работает спокойненько, берем, перекидываем, скачали. И это одна из причин, по которых я абсолютно не уверен, что цивилизация вообще выживет. Вы знаете, вот был такой Виктор Шкловский, простите, астроном Шкловский, вот, который открыл вулканическую активность на Луне. И он был первым большим энтузиастом поиска радиосигнала в 60-е годы разумной жизни в мире. А через 15 лет, когда не нашлось ничего, он высказал предположение, что ни одна разумная цивилизация не может пережить стадию открытия ядерного оружия. Очень интересно. Прошло еще 50 лет тоже ни одного сигнала. Вот, понимаете, вот, с другой стороны, это совершенно противоречит принципу троицы, сказал я вдруг и церкви. И вот, граждана Бруна именно за то сожгли, казалось бы, подумаешь, человек говорит, множество насмировок. Но если есть несколько цивилизаций, получается, что в каждой есть свой мессия. Вы понимаете? А это совершенно не устраивало церкви. Значит, чистая выжимка, отвечая на ваш вопрос, знаете, это не на две минуты, но это очень серьезная проблема, которая была Леной отмечена. Я понял. Ну, в общем, ваш прогноз достаточно пессимистичный. Володя, у нас есть звонки? Да, мы принимаем еще звонок. Да, пожалуйста. Слушаем вас, здравствуйте. Да, есть ли журнал лучше наука и жизнь, и химия и жизнь? Спасибо. Спасибо. Наука и жизнь. Вы знаете, все эти журналы когда-то имели миллионные тиражи. Значит, я сотрудничал сейчас больше всего со знанием и силой, она удержалась, в общем, на уровне. Но должен сказать, уж, коли вы спрашиваете, то можете смотреть журнал, в котором я остался главным редактором, пусть только Капицы не стало, и других моих уважаемых коллег. Он называется newconcepts.club, журнал новых концепций. Новые концепции в чем бы то ни было, от живописи и поэзии до космологии и физики. Главное, что новое. Вы знаете, причем разумную новую концепцию, разумную. Юрий, он в интернете есть? Он есть в интернете. Кроме того, я открыл издательство, то есть мы издаем и просто книги. Адрес, я повторяю, newconcepts, одно слово, .club, club, CLUB. То есть, если кто-то захочет, он сумеет дать у нас еще и звонки. Безусловно, я полагаю, что он один из самых разумных. Окей. Пока нет сейчас звонков, можно продолжить. Окей, хорошо. Ну, то есть, в принципе, сравнивать то, что есть сейчас, да, в научной сфере современной России, на постсоветском пространстве. И то, что было, это, конечно, как в Одессе, у тебя большие разницы, да? Не только там, вы знаете, и здесь, простите, Игорь. Вот смотрите, у меня приятель, он, ну, теорфизик, он фулл-профессор, в очень уважаемом, могу, в NYU, вот, к нему пришел постдок из Принстона, все-таки из Принстона, и теоретик. И он ему говорит, вот давайте вот так, такой-то интеграл возьмем, он берет компьютер, он говорит, зачем вы берете, это же в уме можно сделать. Он говорит, а я, вот, и выясняется, что он не умеет считать интегралы за ненадобностью. То есть, все, действительно, программа математика все считает, но надо понять, что это какая-то другая наука вообще, и наука ли? Вы понимаете, то есть, когда теоретик перестает уметь решать дифуры и интегралы, а как построить общую концепцию? Вот обратите внимание, последний мысленный эксперимент физики, ну, такой известный, это были черные кошки, это была кошка Шредингера, значит, а до этого поезд Генштейна. И вот уже почти сто лет нет никаких мысленных экспериментов. Это что-то говорит о науке не только в той стране, где она просто деградирует. У меня есть фраза, велика Россия, говорит не с кем. Понимаете, умирает человек, выясняется, что просто пропасть. Вот. Ну, так и есть. Так и есть. Ну, на уровне, я имею в виду на уровне, я же сам делаю передачи и по телевидению, и по радио. Ну, вот, но здесь тоже происходит что-то странное. И я буду рад просто беседовать с нашими коллегами, обсуждать, потому что есть люди, которые по уровню значительно выше меня в разных областях. Вот с одним из них встречаюсь в Манхэттене сразу после нашей передачи. Но ваш вопрос очень хороший, ну, примерно я бы ответил, но он не способен. Я понимаю, ну, дело в том, что наших слушателей часто интересует, ну, то есть встречается на наших передачах. Очень большая озабоченность именно уровнем образования, который здесь получают школьники и студенты. Вот этот совершенно идиотский перекос в сторону идеологизированного какого-то обучения, и это настолько уводит, во-первых, от реальных наук, то есть от технических, куда, в принципе, уже единицы идут американцев, а заполняют это пространство индусы, ну, и прочие китайцы и все, кто приезжает сюда, да? И, главным образом, вы понимаете, чему учат, и вы, наверное, с этим сталкивались, вот, насколько я знаю, ваша именно уже научная организация в Нью-Йорке. Вы же как раз занимались и теми людьми, которые попадают, то есть теми, кто занимается хоть какими-то исследованиями. Не какими-то, а серьезными. Ну, это я так. Понимаете, тут как бы две стороны. Одна из них, что, несмотря на все это, все равно Америка является бесспорным лидером, причем даже трудно назвать что-то в 20 веке, что не пришло в мир из Америки. Кино, так это еще самый конец 19 века. Но при том, что вы говорите, ну, конечно, вы понимаете, ну, пример я так наугад. У меня знакомый совершенно выдающийся молодой человек, он говорит на пяти родных языках, он закончил вначале математику и европейскую теорию, историю искусства, а потом пошел в медшколы. Причем он сдал так экзамены, что его пригласили преподавать в известном московском университете для тех, кто сдает экзамены. Представляете, он еще не поступил. И он разосвал, в чем-то все дорогое удовольствие, это не так дешево, что-то вроде 30 университетов, медикл-школы. И что вы думаете? Он получил 29 отказов. И в одной школе его приняли, в чем ему открыто сказали, открыто, я цифру помню, что вы знаете, вот вы набрали 33 балла, а вот для меньшинств достаточно 24. То есть это вот по некоторой шкале. То есть это же логарифмическая шкала, это же немножко. Вот, это очень серьезные проблемы, вы абсолютно правы. Но, конечно, если у нас у обоих будет возможность, я с удовольствием продолжу это, и, может быть, с нашими коллегами, которые могут быть более эрудированы на этих вопросах. Но, конечно, это вещи, которые угрожают Америке. А то, что было только что в Нотр-Даме. Скажите, вообще, кто-нибудь говорит о том, что одновременно с Нотр-Дамом произошел пожар в Аль-Аяксе, третьей мечети исламского мира в Иерусалиме? Это так случилось бывает одновременно. За шесть часов до этого произошел пожар в храме Колумбийского университета. Через несколько дней в самом большом соборе Патрика, Святого Патрика в Нью-Йорке. И после этого подожжено 12 церквей во Франции. И нам говорят, еще пока... И на каком-то месте уже конспирологические теории рулят. На месте, где... Нет, подождите, надо отвечать. Что значит конспирологическое? Я не понимаю. Отключился звук, Юрий. Отключился звук, все пропало. И мы решили, что какие-то темные силы... Сейчас, слышите? Сейчас, да. У нас осталось буквально пару минут, поэтому... Вот мы должны очень жирный восклицательный знак поставить. Да. Скажите, у меня вопрос возник. Так все-таки ваше объяснение, потому что вы говорите важные вещи. И так были пожары одновременно в святынях, в разных религиях, разных религий примерно в одно и то же время. И что? Значит, я очень кратко отвечу, потому что это очень серьезно, и не только со мной. Значит, все они относятся к христианской религии, все поджоги. Некоторые к иудейской... Вот, значит, загорелся странным образом храм Аля Яксы в помещении охраны. Вот. Но понятно, что такие вещи не могут быть случайны. Теперь ни от какой вспышки не может загореться такой храм. Это говорят все. Какие там деревянные леса, и какая вспышка, и как это... Потому что в вашем доме, в моем, есть детекторы пожарные, а там 20 минут детекторы не заметили, что пожар. Они где вообще находятся? В Африке или в Париже? Значит, по крайней мере, простите, я договорю последнюю фразу, коль скоро это произошло, как минимум, в трех странах Америки, Израиле и во Франции, то этим должен заняться Интерпол. Ну, точка. Вот так, да? Ну, на сегодняшний день, что, насколько мне известно, не могли наскрести там где-то, я не знаю, нескольких миллионов долларов, или вернее, евро на реконструкцию и так далее. На сегодняшний день уже не скребя, уже имеют миллиард и более. Вот это интересный момент, не скажете ли? Ну, я скажу, что это любопытно, но это никак не отметает объявление. Ну, это... Говорю фразу. Нотр-Дам еще горел и уже объявили, что это не поджог, а несчастный. Это само собой, это же политкорректная формула, потому что мы не можем говорить о терроризме, об исландском терроризме, потому что сразу это выглядит таким образом, что мы фобы и так далее. Ну, на самом деле, если бы мы с этой темы начали, то нам бы не хватило, пожалуй, и часа, и двух, и трех. Но спасибо за тот не... У меня, может, я послушал все-таки обзор. У нас мы выходим сейчас из эфира, будем с удовольствием видеть вас, надеюсь. И если будут вопросы, то мы обязательно вам их переадресуем. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!